Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Важливые события произошли сегодня в Турции. Считаю очень символичным, что он получил именно такое имя. Несмотря на столетия российской лживой пропаганды, историческая правда и справедливость все равно побеждают. И нет ни одной причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все намеченные планы. Наша цель – создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей. Сегодня же Андрей Ермак вместе с украинской делегацией посетил мощности компании «Байкар», которая производит в том числе и для нас хорошо всем известные «Байрактары». От имени всех украинцев Андрей поблагодарил руководителей компании и вручил председателю совета директоров Сельчуку Байрактару орден за заслуги, которым был награжден по случаю годовщины независимости Украины. Но и эта встреча не символическая, она вполне практичная. Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании «Байкар», а также совместного производства авиадвигателей. Обязательно реализуем и эти проекты. Украина всегда была и будет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности. И я горжусь, что могу сказать эти слова абсолютно уверенно и обоснованно по итогам уже 221-го дня полномасштабной войны России против нашего государства. Что-то у кого-то пошло не по плану. И этими встречами наша дипломатическая активность сегодня совсем не исчерпывается. Состоялась также встреча первых леди Украины и Турции. И я благодарю президента Эрдогана и его супругу Эмине за неизменную поддержку наших усилий для возвращения мира. Первая леди Украины и наша делегация встретились со вселенским патриархом Варфоломеем. Взгляд патриарха Варфоломея на войну, развязанную Россией, и его позиция по поддержке нашего государства хорошо известны и сегодня еще раз прозвучали очень мощно. Я благодарю за это. Благодарю за понимание потребностей нашего народа. Состоялись переговоры руководителя офиса с советниками президента США и президента Турции Джейком Салливаном и Ибрагимом Колыном. Очень предметные переговоры. Абсолютно в интересах Украины для усиления нашей безопасности. Сегодня же я провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Подробно обсудили ситуацию на передовой нашей успехи на фронте. Президент Макрон четко поддержал наше государство и осудил российские псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории. Обсудили ужесточение санкций против России. Также обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции и похищение российскими оккупантами генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Это очередное проявление совершенно откровенного российского террора, за который государство-террорист должно нести постоянное растущее наказание. Мощное совместное заявление было сегодня от лидеров девяти государств НАТО. Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Они осудили российские эскалационные шаги и, что немаловажно, поддержали наше стремление стать полноправным членом НАТО. В этом направлении и двигаемся. Уверен, и этот наш проект мы реализуем. Ежедневно, как минимум дважды утром и вечером, я получаю отчеты от наших военных. На этой неделе в отчетах самую большую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции. Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом. Это, знаете, такая тенденция. Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями, никто и не вспоминает, кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Потому что каждый, кто причастен к каким-либо элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать. И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем. От генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство. Особенно отмечу за успехи на востоке нашей страны 25-ю, 80-ю, 81-ю, 95-ю бригады десантно-штурмовых войск, 14-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, 1-ю, 4-ю и 17-ю танковые бригады, силы специальных операций, подразделения национальной гвардии и национальной полиции, сотрудников СБУ и наших разведчиков ГУР-МО. Спасибо, воины. И еще одно. Сегодня в Украине отмечаются два профессиональных праздника – День Учителя, День Работников Образования и День Сил Терробороны. Конечно, сказано уже много добрых и теплых слов и для педагогов, и для наших терробороновцев. Но хочу кое-что добавить. Эффективная оборона невозможна без национального образования, а хорошего национального образования не будет без эффективной обороны. К счастью, у нас есть оба этих элемента. Благодаря профессионализму и добросовестности украинских воспитателей, учителей, преподавателей, у нас есть воины, которые знают, что такое человечность и ценят все, что олицетворяет собой Украина. А благодаря нашим храбрым воинам украинское образование на украинской земле будет передавать наши ценности всем поколениям нашего народа. Я благодарю каждого украинского воспитателя, учителя и преподавателя. Спасибо каждому нашему защитнику, каждой защитнице. Спасибо воинам 127-й бригады терробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковщины. Воинам 110-й бригады, которые храбро дают отпор оккупантам на запорожском направлении. Воинам 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отличились хорошими результатами и освободили Архангельское и Миролюбовку. Воинам 115-й бригады терробороны, которые внесли немалый вклад в защиту Житомирщины. А также воинам 117-й бригады, которые защищают северо-восточное направление Сумской области. Украина победит! Слава Украине! Украина переможет! Слава Украине!